Я бы расшифровала слово добро таким образом. Буква Д – дружелюбный, буква О – общительный и обаятельный. Я могу почувствовать доброту человека по его глазам и по лицу, по выражению лица. Я считаю, что добро – это одно из самых главных качеств человека. Я считаю, что оно есть у всех. Просто некоторые люди не умеют его правильно раскрывать. Ребятки, сейчас мы с вами просмотрели мультик. Кто внимательно смотрел, поднимите ручки. Молодцы. Скажите, а о чем мы посмотрели мультик? Что там происходило? Мы смотрели мультик, что ослик подарил собачке букет цветов. Просто так. Скажите, пожалуйста, а за что мальчик подарил ослику букетик? Мальчик подарил ослику букет просто так. Спасибо, умничка, похвали себя, поглазь, скажи, я молодец. Скажите, пожалуйста, а какой человек может сделать другому человеку доброе просто так? Люди, которые могут сделать добро просто так, в их сердце живет добро. Молодец, умничка, похвали себя, скажи, я молодец. Итак, попробуем с вами сформулировать тему нашего урока. О чем мы сегодня с вами будем говорить на уроке? Мы сегодня будем говорить о доброте. Умничка, молодец, конечно, мы сегодня с вами будем говорить о доброте. Скажите, а какое еще качество сопутствует доброте, чтобы делать вот такие замечательные, милосердные поступки? Рядом с добром идет всегда любовь. Умничка, молодец, верно, это любовь. Похвали себя, умничка. Итак, тема нашего урока сегодня – путь любви и добра. Ребятки, мы с вами определили тему урока «Путь любви и добра». А теперь давайте разберемся с вами, что же такое добро? Я считаю, что добро – это когда все добрые и сочувствуют друг другу и помогают друг другу. А я думаю, что добро – это когда все помогают друг другу и все дружат между собой. Молодцы, с понятием «добро» мы с вами разобрались. А теперь давайте попробуем разобраться, как вы понимаете слово «любовь». Я считаю, что любовь – это когда ты улыбаешься даже в трудную минуту. А я думаю, что любовь – это когда человек заботится о другом. Ребятки, молодцы! Теперь я точно знаю, что вы знаете, что такое любовь и что такое добро. А теперь давайте с вами подумаем, а через какие поступки мы с вами можем проявить добро к окружающим? Я считаю, что добро – это помощь маме и другому человеку. Я считаю, что можно проявить добро помочь перейти бабушке дорогу. А через какие поступки можно проявить любовь к своим ближним? Я считаю, что любовь – это когда мы заботимся о своей маме и когда мама заботится о нас. Я считаю, что любовь – это когда один человек любит другого человека и желает как можно лучше другому человеку. Я считаю, что любовь – это когда все люди любят друг друга и помогают друг другу. Ребятки, спасибо вам большое за ваши ответы. Вы умнички, очень хорошо объяснили, как вы можете проявить добро и любовь близким и родным. Цитатой нашего урока сегодня является народная мудрость. В добром сердце весь мир уместится. Как вы понимаете смысл этой народной мудрости? Я думаю, что в сердце человека может поместиться все добро, которое может совершить человек. Я поняла эту пословицу так, что если человек добрый, то он всегда может помочь другому человеку. Человек добрый не должен выбирать, кому помогать. Если, например, у него стоит выбор помочь тому или тому, он должен помочь всем. Вот это критерии доброго человека. Я не очень считаю себя доброй. Я думаю, что я стараюсь всегда делать хорошие дела, хорошие поступки, всегда всем помогать. Но иногда бывает такое, что я прям срываюсь. По-моему, мне нужно чуть-чуть терпения. Потому что когда иногда, например, помогаешь, а человек не совсем понимает, что ты ему желаешь добра, а не зла. Меня когда просят, я всегда помогаю. Я не прошу что-то взамен, когда помогаю, но все-таки мне дают. Не уверен, считать это за меня добрым человеком или нет. Но знаете ли вы, в чем добро вековое? Должны мы любить всех живых, все живое. Ни в действиях, ни в мыслях, зла не питая. Вот истина честная, правда святая. А сейчас я хочу вам сделать подарок в виде рассказа, который называется «Роза сердца». Создал великий творец человека и сделал его лучше всякого животного. Наградил его прекрасным телом, прекрасным лицом. Все сделал в нем красиво. Пусть людское сердце вмещает в себя все величие человеческих чувств. Подумал он и решил сотворить сердце человека в виде цветка. Я сделаю его не только красивым, но и разумным, Чтоб человек стал еще величественнее. В каждый лепесток цветка я вложу по одному чувству. И будет этот цветок, цветок разума, добра. И назовут его розой, розой сердца. Но вскоре человек стал относиться плохо к природе. Скажет плохое слово, сделает плохой поступок. И побуреет лепесток на его цветке, оторвется и упадет вниз. Тот человек, которому удастся сохранить в своем сердце розу сердца, Способен сотворить великие дела. А теперь я у вас хочу спросить, Как вы думаете, а почему творец создал сердце именно в виде цветка? Я считаю, что творец создал сердце в виде цветка, Потому что сердце такое же нежное и доброе, как цветок. Я думаю, что творец сделал сердце в виде цветка, Потому что в нашем сердце очень много всяких чувств. И поэтому в нашем сердце нужно много лепестков, Чтобы все чувства туда поместились. Молодцы, ребятки, замечательно. Вы очень хорошо смогли разобраться, Почему творец совершил наше сердце именно в виде цветка. А сейчас мы с вами перейдем к самой интересной части нашего урока, К творческой работе. В нашей группе надо было составить калаш, На котором изображены добрые поступки. И тот человек, который идет по дороге любви и добра, Добрый, отзывчивый и веселый. Эту дорогу освещает солнышко. А человек, который идет по этой дороге, Тут помогает окружающему миру. В нашей группе нужно было составить розу сердца человека, И написать на них самые лучшие качества человека. Человек должен любить весь мир. Человек должен заботиться о других. Добрый, добрый человек должен быть внимательный ко всем. Добрый человек должен быть милосердным. Добрый человек должен быть благодарным. Ребятки, спасибо вам большое. Вы выполнили великолепную творческую работу. У всех получили замечательные работы. Вы прочувствовали это все, пропустили через себя. Молодцы! Если в мире будет много добра, мир вам засияет в космосе. Если бы было только зло, людям было бы сложно жить. Люди бы друг другу не помогали. Не было бы благотворительных фондов. Люди бы не выживали. Мир без добра – это не мир. Милосердие также относится к качеству добра. Именно милосердие дает человеку осознание того, что нужно помогать. Если бы в мире не было добра, мир бы просто не существовал. Потому что если бы во всем мире были бы злые люди, не было бы ни животных, никого. Потому что добро – это самое лучшее качество и самое важное качество планеты. Посмотрев в глаза другому, чужому человеку и улыбнувшись ему, можно сделать добро, можно украсть его день, можно поднять ему настроение. Благодаря добру как раз все это и происходит. Есть природа, есть счастливые люди. Редактор субтитров А.Семкин